Белки, которые каждый день приходят просить у нас орешки, которые заходят к нам в гости, которым мы помогли построить гнездо, и от которых мы прогоняем ястребов, это каролинские белки. Они же восточные серые белки. Лишь один из 29 видов рода белки, и один из около 700 видов в семействе беличьих. И хотя мы заранее знаем, что с нашими белками никто не сравнится, мы хотим познакомиться и с другими видами белок. В нашей недавней поездке в Новый Орлеан мы познакомились с лисьими белками. Или же черными белками. Лисьи белки – это самые крупные из древесных белок Северной Америки. Древесных? Какие же они еще могут быть? Дело в том, что наши застенчивые друзья-сурки тоже представители семейства беличьих. Наземные. Но о них детальнее в другой раз. А пока что обратите внимание на несомненное семейное сходство, которое у лисьих белок с сурками куда заметнее, чем у серых. Лисьи белки обитают во всех частях Соединенных Штатов Америки, к востоку от скалистых гор. Но в разных частях этого ареала можно встретить очень разных по окрасу и размеру лисьих белок. К этому виду относятся 10 подвидов, и нам посчастливилось на нашем пути встретить 3 из них. Это основной подвид лисьих белок. Неожиданно, конечно, что в его названии аж два раза повторяется слово «черный». Чаще всего лисьи белки вот такие, рыжеватые. Ну, как лисы. Они достигают 75 см в длину. С хвостом, конечно. И могут весить целый килограмм. А вот пара других подвидов лисьих белок действительно черные. У лисьих белок Шермана и Бахмана такой необычный окрас, что наша первая реакция была… Да вообще не белка. Это лисьи белки Бахмана, которых мы встретили на западе штата Миссисипи. А это – самая скрытная из лисьих белок. И самая крупная. Лисья белка Людовика. Она же лисья белка сосновых лесов. Но, как видите, джунгли на болотах в национальном парке Жан-Лафит в окрестностях Нового Орлеана. Эта белка тоже сочла вполне пригодными. Эй, не отвлекайтесь там на чужих белок. Тут еще своим орехов не додадено.